Не больше 10 детей на семью. Постановлением Кабмина установлены новые правила для семейных детских домов и приемных семей. Менсус политики уверяют, все ради защиты интересов детей. Но некоторые пункты нового постановления родители-воспитатели восприняли с тревогой. Почему, расскажут корреспонденты событий. Вот мой первенец, которая пришла ко мне в 3,5 года и сказала, мама, я буду у тебя жить. Именно с Аленой началась история детского дома семейного типа Зосим. 10 лет назад от девочки отказалась ее биологическая мать. Она спокойно отписалась от Алены, отказалась. Правда, бутылку водки за это потребовала. У супругов Елены и Ростислава тогда подрастали двое сыновей. Позже появились другие ребята. Сейчас их четверо. Их детский дом семейного типа единственный в городе. Летом они захотели принять еще одного. Новенькой девочке, которую мы ждем, что к нам девочка сейчас сидит в интернате и хочет в семью. Но ребенка в Лазовой пока нет. А взять сироту из другого региона теперь не позволяют новые правила. Исключение – дети из Донецкой и Луганской областей. Если они переехали и находятся в другой области, то влаштование их в такой форме, как ПСДБСТ, возможно, без никаких проблем. Место влада должна в первую очередь пробовать о тех детей, которые есть на территории, и створить для этого дитячий университет. В Украине сейчас 939 таких домов и около 4000 приемных семей. В них воспитываются более 13000 детей. Новые правила обязали родители и воспитатели содействовать усыновлению. То есть я должна подойти к своим детям, которые у меня там 10 лет, 8 лет находятся в семье, которые считают меня мамой. И сказать им, вот к тебе придет хорошая тетя, ты должен туда пойти. Я должна уговорить ребенка. За несприяние в усыновлении меня могут трансформировать. Что делать с остальными детьми? Не должно лунать из вуз наших родителей. Детина меня называет мамой и все, я больше ничего не буду делать. Хай она будет в нашей родине. Если дитина маленькая, у нее есть все шансы быть влаштованы в семье граждан, украинцы, в самих усыновленных, то они должны спрятаться. Не будет такого вопроса, что если не влаштовали, то будет закрываться дитячий университет. Информация о новом постановлении появилась на сайте «Сиротству.нет» фонда Рината Ахметова, который в течение 7 лет помогает детям обрести новые семьи. В Минсоцполитике уже направили разъяснительные письма в регионы, а в ближайшем будущем планируют провести ряд семинаров, посвященных новым правилам. Юлия Меншакирова, Анна Бравко. События. Канал Украина.